Все болезни от нервов, так утверждают психологи. Медики же относятся к этому скептически. Каким заболеванием может привести страх или конфликт на работе? О влиянии психологических расстройств на здоровье человека расскажет наш гость Лариса Залевская. Здравствуйте. Лариса, доброе утро. Вот я слушал, есть такая наука или там... Отделение. Направление науки, да, как психосоматика. И вот согласно ей, мигрень – это следствие ненависти, раздражения, болезни горла – это неспособность постоять за себя и раздражение. Вот правда ли, что наши эмоции влияют на весь организм? Да. Это ещё со времён Гиппократа было доказано, что наши эмоции, мысли и вообще жизненная ситуация очень влияют на физическое тело. Я очень много работаю с психосоматическими проблемами, потому что сейчас не все медики это утверждают. Есть врачи, которые специально направляют психологу или психотерапевту для лечения заболевания. И в медицине есть, ну, точно семь признанных официально медицинных заболеваний, которые как психосоматически рассматриваются, например, нейродерматит или язва желудка. А вот хорошо, нейродерматит, он от чего? Наша кожа – это вообще такая грань между внутренним нашим миром и внешним миром. И нейродерматит – это как раз от состояния, когда человек испытывает такую колоссальную беззащитность и беспомощность. И когда вот что-то болит, это же люди привлекают внимание, кто-то погладит, кто-то помажет, кто-то прикоснется, да. Это такой вот дефицит эмоционального контакта. А вот гастрит вы даже… Язва желудка. А язва желудка тоже психосоматическая? Вообще номер один психосоматическая. Уже медики расписались в том, что лекарства здесь только облегчают состояние. Вообще нужно влиять. Это человек, который сам себя ест изнутри. То есть можно объяснить, да, человек на самом деле очень неуверен или там очень переживает по тому, что про него подумают. Не такой ли я какой-то плохой. Соответственно, возникает страх. Страх быть непринятым. Что такое страх? Страх – это эмоция, которая начинает всё сжимать, в том числе и, допустим, слизистую желудка, и начинает выбрасываться гормон адреналин. Адреналин – это всё, это сосудики у нас сжались везде, и мелкие, и толстые, и всякие, да. И начинает вырабатываться соляная кислота. Соляная кислота, если нет достаточно пищи в желудке, она начинает есть самого себя. То есть, в принципе, всё это объяснимо в гормональной точке зрения. А если мы говорим о более серьёзных заболеваниях, например, онкология, которая очень часто встречается у нас на Южном Урале, как-то мы психосоматически зависим от какой-то эмоции в этом смысле? Ещё как. И есть сейчас такое направление психологии, как онкопсихология, которые сопровождают и онкологических больных, и помогают им выздороветь, кстати, и сопровождают семью. Вообще, онкологическое заболевание, смотрите, это симптом семьи. И эмоцию, если говорить, это практически люди такие, которые имеют хроническую обиду. Всё такое хроническая обида. То есть, на все события, которые случаются в жизни, они реагируют обидчивостью. То есть, они не умеют решать, не ищут выход. Они просто обиделись, в этом застряли, но, соответственно, жизнь идёт, обиды копятся, реакция эта сохраняется, и когда-то организм, физическое тело ломается в последнюю очередь. То есть, обидчивый человек в первую очередь подвержен онкологии, да? Да, уже сказать. То есть, прощать и отпускать, во что бы то ни стало, да? Знаете, прощать – совет хороший, но это не так просто сделать. Прощать – это менять отношение к этой жизни. Учиться по-другому жизни. А мы можем обратную связь рассмотреть? Если я заболела, например, ну, будь любая болезнь. У меня заболела рука, например. Я должна понять, от чего она болит. И простить. Нет, ну, например… Разобраться. Разобраться, да. От чего может болеть рука, вот скажите? Или случится перелом? Очень легко. Все травмы, которые мы сами себе наносим с помощью предметов окружающего мира, это вообще надо взять за это ответственность, да? Это всегда такое скрытое чувство вины. Мы так себя наказываем. Вина всегда требует наказания. И перелом, или попадание в ДТП, какие-то неприятные такие события внезапные – это, в общем-то, хроническое чувство вины. Вот. А если там правая… Если рука, например, да, это надо смотреть правая или левая половина тела. Правая половина, она связана с внешним миром или с мужской частью нашего тела, с социальной деятельностью, да? А левая – с внутренним миром и с отношением с самим собой. Поэтому с какой стороны я себя наказала? И какая была перед этим, например, ситуация? Надо на это смотреть. Надо разбираться. А можно конкретный пример? Если голос пропадает, пропадает постоянно голос. Что это значит? Ну, давай же посмотрим, да, пропадает голос, это же спазм идёт. Спазм – это страх. Тоже адреналинная идея, чего боюсь сказать. Либо в другой вариант. Я вынуждена говорить то, чего не хочу говорить. А то, что хочу, нет возможности говорить. А кто поможет людям разобраться в такой проблеме? К кому идти? Кому? Три-четыре – психолог. Лариса, а вот действительно, что тип личности и психосоматика, они как-то связаны. То есть на кого-то это всё-таки распространяется, на кого-то нет. Если человек, например, сангвиник, то на него не влияет никакая психосоматика. Или не важно. А вообще, ну, конечно, тип личности, будем говорить, состояние нервной системы, да, оно способствует хорошему здоровью. У нас есть поговорка «в здоровом теле здоровый дух», и наоборот, если у вас здоровый дух, хорошее настроение, вы позитивно настроены, то у вас будет здоровое тело. Это вот прямая связь такая. Про то, как человек относится даже к тяжёлым событиям, да, либо он начинает распознать свою ответственность и искать выход, либо случилась какая-то неприятность, и он мысленно сидит, говорит, лучше бы я умер. Тело говорит, есть, сейчас всё устроим. То есть это некая программа, которую мы сами себе задаём. И мы можем также перепрограммироваться, если захотим. Можем. Это всегда в наших силах. Я захотела, пришла к психологу, узнала, в чём конкретно моя беда, и создаю себе новую программу. По ней живу и не болею, правильно? Ну вот ты, видимо, да. А есть люди, в которые в это ведь не верят. И на них это всё равно влияет? Или как-то можно так между-между всё-таки пройти? Ну, знаете, вот тут очень важно понимать, что всё зависит от ответственности человека за то, что с ним происходит. Ведь в нашей медицине до сих пор позиция какая? Что врач отвечает за то, что происходит с пациентом. Хотя пациент уже обращается к врачу тогда, когда он уже болеет. То есть всё, что с ним произошло, это его рук дело, ног там или головы. И врач, он уже встречается с последствиями. Но именно юридически медицина устроена так, что даже иногда пациенты не спрашивают. Мы с вами сейчас делаем вот это, вот это, вот это. И вы вроде как тут нам подчиняетесь. Не возвращают пациенту ответственность за его состояние здоровья. А у нас там какая позиция? То есть кто идёт к врачам? Вы мне дайте какую-то такую таблетку, чтобы я жил, как жил, но у меня ничего не болело. А, неправильно надо менять в первую очередь себя. Так? И образ жизни в том числе. И получать со здоровым духом здоровое тело. Всё верно. Спасибо. В студии о психосоматике мы говорили с психологом Ларисой Залевской. А далее выпуск новостей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok